На базе школы номер 13 состоялось ежегодное августовское совещание для педагогических работников Каспийска. На встрече обсуждались актуальные вопросы образования, новые методы обучения и многое другое. Началось мероприятие с выступления воспитанников детского сада номер 23 «Лесная сказка». Юные дарования встретили всех гостей и рассказали о работе педагогов. Кто останется учительом навсегда, кто вырастил не одно поколение, кто отдал учительскому труду десятилетия. И сейчас вашими аплодисментами мы приветствуем наших наставников, ветеранов труда и заслуженных учительей Республики Дагестан и Российской Федерации. Вскоре с приветственной речью обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. В первую очередь он поблагодарил всех учителей за вклад в развитие образования нашего поколения. Приветствую вас на августовских илогических совещаниях. Прежде всего, хочу выразить вам огромную благодарность за усердный, кропотливый труд и неравнодушное отношение к делу. Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. К выступлению также присоединился глава города Борис Гонцов. Он отметил, что в текущем году были выполнены все поставленные задачи, но на этом работа не должна останавливаться. Нам есть на чем с вами трудиться. У нас есть небольшие проблемы. Я думаю, что они сегодня будут обсуждены, выработаны. Каждым руководителем, каждым директором, каждым заместителем по направлению деятельности практические шаги по достижению наиболее высших результатов. В совещании приняли участие заместитель главы администрации Каспийска Гусен Умкилов, ректор ГБУ ДПО Республики Дагестан, Дагестанский институт развития образования Гульнара Ахнедова, начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова и многие другие. Они, в свою очередь, выступили с докладами об итогах учебного 2022-2023 года. Сегодня будут подведены итоги прошедшего учебного года и сформулированы задачи на новый учебный год с учетом задач, которые поставлены пред образованием в целом федеральным центром, республиканскими министерствами, приоритетами и национальными проектами. По инициативе президента Владимира Владимировича Путина реализуется национальный проект образования, направленный на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Указом президента, 23-й год, как мы знаем, объявлен годом педагога и наставника, который стал знаковым для российского образования. Завершилось мероприятие кофе-брейком.